Новости продолжают эфир. Канал А24КЗ. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Довести совместные товары оборота 20 миллиардов долларов договорились президенты Италии и Казахстана. Косможумар Тукаев и Серджио Моторелло считают, что дополнительный импульс в развитии могут получить не только экономические сферы. Большой потенциал есть у культуры и туризма. Об итогах двусторонних переговоров через несколько минут расскажет Динар Женбатырова. 69 миллиардов тенге вложили итальянские инвесторы в зеленую энергетику Актюбинской области. На территории Каргалинского района установили 23 ветра турбины общей мощностью 96 мегаватт. Это первый в области проект по использованию возобновляемых источников энергии турбины крупнейший в стране как по размеру, так и по мощности. В целом вся вырабатываемая данными ветра турбинами энергия, она способна обеспечить порядка 37 тысяч домохозяйств. Вся данная энергия, она передается в энергораспределяющие компании. Согласно закону об энергетике, и далее поставляется уже для нужды как и населения, так и предприятия области. Ярким примером экономических отношений Италии и Казахстана можно назвать и проект совместного производства сельскохозяйственной техники в Кустанайе. Двустороннее соглашение было подписано еще в марте 2021 года. Итальянскую транснациональную компанию заинтересовал инвестиционный климат нашей страны, ну и производственный потенциал. В прошлом году Кустанайский завод выпустил 250 машин под маркой «Сделано в Казахстане совместно с Италией». Качественная техника европейского стандарта пользуется спросом у потребителей. Благодаря реализованному проекту была увеличена локализация производства в сфере сельскохозяйственной техники. Также была расширена номенклатура выпускаемой продукции. Кроме того, в рамках данного проекта было создано порядка 50 рабочих мест. Отечественные специалисты сферы машиностроения обменивались опытом с иностранными партнерами, которые в свою очередь передали высокие компетенции. Довести совместные товары оборудования 20 миллиардов долларов договорились президенты Италии и Казахстана. Касым Жумар Тукаев и Серджи Матарелло считают, что дополнительный импульс в развитии могут получить не только экономические сферы. Большой потенциал есть у культуры и туризма. Об итогах двусторонних переговоров расскажет Динар Женбатырова. Последний раз казахстанские флаги на итальянских улицах развешивали больше 10 лет назад. Были переговоры на уровне министров и парламентов. Часто в последние годы встречались замы премьеров обеих стран. Оно и понятно, а с третьей экономикой Евросоюза у Казахстана довольно тесные взаимоотношения. Италия третий стратегический партнер после России и Китая, а инвестиции в нашу экономику с каждым годом только растут. А потому первый в этом году визит президента именно в Италию вполне обоснован. Мелодичный мотив казахстанского гимна итальянский военный оркестр сыграл по-своему эмоционально. Флейта добавила красок и настроение. А настрой, как известно в политических переговорах, уже половина успеха. Вот и результат не заставил долго ждать. Президенты двух стран договорились уже в ближайшее время довести совместный товароборот до 20 миллиардов долларов. Сейчас эта цифра 14,5 миллиардов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Эйни, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным. Касымжимар Токаев подробно рассказал о привлекательных и перспективных сферах экономики страны и заинтересовал президент инвесторов развитием зеленой энергетики в Казахстане. Стороны обсудили и вопросы взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Кроме того, ключевым вопросом стало обсуждение возможностей транскаспийского международного транспортного маршрута. У Италии большой интерес к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации. Я уверен, что результаты сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям двух стран. В завершении переговоров Касымжимар Токаев поздравил Серджио Мотореллу со вступлением Италии на пост председателя большой семерки и пожелал успехов в реализации повестки дня G7. Президент Казахстана также поблагодарил главу Италии за теплый прием и пригласил его в Астану с ответным визитом. Динара Жамбатырова, Ислам Мохамбет, 24КЗ. И только что стало известно, что президент Касужимар Токаев прибыл во дворец Киджи на переговоры с председателем Совета Министров Италии Джорджи Мелони. Другим темам. Казахстанские эксперты недовольны проектом строительного кодекса. По их словам, документ, поступивший на рассмотрение в Можилис, подготовлен в спешке. Его необходимо отправить на доработку в правительство. Что не так в законопроекте, изучила Сабина Рахимбай. Документ, изначально призванный систематизировать строительную отрасль, наоборот, может усугубить ситуацию. Так считают отечественные эксперты. По их словам, в новом строительном кодексе они ожидали увидеть четкие алгоритмы решения главных проблем сферы. Однако на деле новелла не отвечает требованиям времени, говорят специалисты. Закон о долевом участии, об индивидуальном жилищном строительстве. И еще закон о саморегулировании. И закон об административно-территориальном развитии тоже отражение взяло в этом законе. И закон получился из 205 статей. Когда президент наш ставил задачу в своем послании, он наоборот говорил упорядочить вот эту бессистемную нашу нормативно-правовую базу строительства. Упорядочить надо было. Цель кодекса должна была быть эта. И по нашему мнению кодекс получился, наоборот, все это запутал. Они за полгода буквально в опухах разработали такой закон. Мы хотим, чтобы его вернули на переработку. Обеспокоены представители отрасли и тем, что новый кодекс приведет к открытой монополизации строительного рынка. Если ранее экспертизами занимались частные организации, то теперь будет утвержден госорган. Самое главное, нет изменений в системе лицензирования, которая остается сейчас местных исполнительных органов. Аккредитация же остается выполномоченной органами. К чему привела такая система, мы видим по многочисленным объявлениям на сайтах по продаже лицензии, аккредитации, аттестации, которые стали выпусаться на информационных ресурсах госоргана за один день. Можно за полдня получить аккредитацию, можно купить лицензию первой категории 200-300 тысяч. В свою очередь в профильных ведомствах говорят, что в мае и июне прошлого года прошло активное обсуждение проекта кодекса во всех регионах Казахстана. Не раз привлекались отраслевые ассоциации и эксперты. Замечания и предложения были услышаны и приняты в работу. Нам поступило порядка 180 предложений. В сравнительной таблице официально поступило на министерство. В ходе рассмотрения первоначального этапа были поддержаны порядка 34 предложений. В том числе, помимо этого, около 20-23 предложений были поддержаны частично, то есть совместно с ними выработаны отдельные формулировки этих правовых норм, которым они предоставлялись. Конституально сказать, что в тех, которых не поддержано, есть какие-то предложения, которые изменили бы непосредственно подход либо формирования правовых норм к проекту строительного кодекса. К сожалению, таких фактов мы не усмотрели. Между тем, на днях документ принял в работу профильный комитет Мажелиса. Там будут обсуждать не только нормы, которые уже есть в проекте, но и новые предложения. Если депутаты прислушаются к экспертному сообществу, не исключено, что кодекс отправят на доработку в правительство. Повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12 до 16 процентов снизит рентабельность казахстанского производственного сектора и сделает ее неконкурентно способной, считают эксперты. Проект нового налогового кодекса сегодня обсуждали в Мажелисе. Напомню, дополнения и изменения вступают в силу с января текущего года. Поэтому наша страна по-прежнему зависит от импорта и рост НДС отразится на стоимости многих товаров. Кроме того, есть риски, что часть бизнеса уйдет в сень. Сегодня только 5 процентов из 2 миллионов субъектов бизнеса в Казахстане занимаются производством. Для них нужны дополнительные преференции, считают в нацпалате предпринимателей. Мы предлагаем сейчас обязательно предусмотреть в новом налоговом кодексе дополнительные вычеты в НДС в размере 70-50 процентов. Так как это сейчас действует в действующем налоговом кодексе для сельхозпродукций, должен быть такой же режим, который в конечном итоге позволит сократить эту ставку НДС для обрабатывающих секторов и довести ее до 8 процентов, для социально значимых услуг до 4 процентов. Был у нас депутатский запрос, когда мы говорили, что нужно упростить, поскольку вот это налоговое время сегодня загоняет в тень представителей бизнеса. Чтобы их вывезти из тени, мы тоже предложили снизить налог, сделать единый налог с оборота и установить его в размере 5-3 процента. Там можно обсуждать. Мы считаем, что здесь количество как раз сыграет в пользу. Когда они выйдут из тени, они будут работать в легальном поле. А в США налоговая служба объявила 29 января официальной датой начала налогового сезона. С этого дня агентство начнет принимать и обрабатывать декларации за прошлый год. Ожидается, что до 15 апреля будут поданы более 120 миллионов заявлений. О налоговой системе в США в материале Айжан Сдыковый. Налоговая система США является трехступенчатой. Она действует на федеральном, штатном и местном уровнях. На каждом предусмотрены свои полномочия взимать платежи. Их список довольно внушительный. Основные – это налог на прибыль физических лиц, корпоративные, на социальное страхование и потребительские. Каждый штат имеет собственную систему, отличающуюся от других регионов. При этом федеральное правительство не имеет права вмешиваться в региональную юрисдикцию налогообложения. Действует принцип параллельности. Поэтому один доход может облагаться как на общих основаниях, так и локально. В структуре поступлений в бюджет большую часть занимает подоходный налог для физических лиц. В зависимости от штата его ставка составляет до 13,3%. Самый высокий – в Калифорнии. Девять штатов не взимают ИПН, в том числе Аляска и Невада. На федеральном уровне подоходный налог исчисляется в зависимости от суммы годового дохода по прогрессивной ставке от 10 до 37%. Нерезиденты также облагаются налогом на доход, если он получен или связан с торговлей и бизнесом в США. Весомым источником региональных доходов является налог с продаж, аналог НДС. Он взимается в 46 штатах. Его ставка варьируется почти до 10%. При этом потребительский налог не указывается на ценниках, а включается к стоимости товара уже на кассе. В этом году налоговое управление США поэтапно внедряет новый пилотный проект прямого электронного документа оборота. Граждане теперь смогут подавать свои декларации за 2023 год онлайн непосредственно в само агентство. В целом разобраться в нюансах налогобожения самостоятельно довольно сложно, и многие американцы при сдаче заявлений прибегают к помощи специалистов. Как гражданин я считаю, что все несут ответственность за оплату налогов. Отсюда берутся наши дороги, пожарная часть школы. Я обычно вовремя плачу свои налоги, но делаю это не самостоятельно, так как это немного сложно, поэтому плачу специалистам, чтобы они сдали за меня. Да, я плачу налоги. Я считаю, что это хорошо, ведь они помогают со школами, дорогами и бизнесу. Я плачу свои налоги вовремя и пользуюсь услугами бухгалтера. Уклонение от уплаты налогов в США – серьезное преступление. Наказанием за него может стать арест имущества или даже тюремное заключение. Также в Соединенных Штатах действует специальный налоговый суд. Он рассматривает судебные споры по искам юридических и физических лиц к налоговым органам, а также дела по обвинению в уклонении от уплаты платежей. Айжан Садыкова, 24КЗ, из США. Европарламент разработал законопроект об эко-маркировке товаров. Законодатели намерены запретить использование на упаковках товаров таких лейблов, как веганский, эко, зеленый или натуральный. Исключение составит лишь продукция, которая пройдет тщательную проверку. Политики уверены, что некоторые компании маскируют свои товары под органические и используют лейбл как маркетинговый ход. Эко-инициатива защитит права потребителей от ложных коммерческих манипуляций, считают депутаты. Документ поддержало большинство и теперь его направили в Совет ЕС на дальнейшее согласование. Сейчас для общества важно качество и содержание отечественных сериалов. Об этом сообщил государственный советник сегодня во время встречи с представителями продакшн-компаний, снимающих многосерийные кинопродукты для телеканалов «Казахстан» и «Хабар». В дискуссии принимали участие продюсеры и режиссеры 13 компаний. Ирлан Карин отметил, что сейчас индустрия кино развивается на отечественном рынке, особенно динамично увеличилось количество опытных продакшенов, растет количество телепродуктов, соответственно, растет и аудитория. Влияние сериальных продуктов на общество особенно важно в таких вопросах, как отношения в семье, взаимоуважение, приобщение молодежи к образованию и труду. Прививать эти ценности каждому члену общества – это общая цель и ответственность всех нас, добавил государственный советник. Он также напомнил, что в качестве поддержки креативной индустрии предпринимателям предоставляют налоговые льготы. Эта работа продолжится и в будущем. Новую школу на 300 мест построили в Казалардинской области. Она находится в поселке Жанакурган. Подробности в материале наших корреспондентов. В последние годы территория поселка Жанакурган значительно расширилась. Ведется строительство новых микрорайонов. Жители одного из них давно просят построить здесь школу. Они вынуждены возить детей на учебу в соседние районы. Особенно трудно приходится зимой. Моя дочь учится во вторую смену и каждый раз добираемся домой не раньше восьми вечера. Дети приходят со школы голодными и уставшими. Теперь же эта проблема решилась. И мы очень рады иметь школу в своем районе. Учебное заведение оснастили современным школьным инвентарем. Здание рассчитано на 300 учеников. И это только начало. Скоро в районе появится еще 4 образовательных учреждения. Построят дом школьников, школу искусств и еще 2 учебных заведения. В селе Байкинже скоро сдадим в эксплуатацию школу на 150 мест. По проекту «Комфортная школа» также в районе ведется строительство двух учебных заведений. Одно из них на 600 мест. В следующем учебном году в школу пойдут дети. Таким образом будет решена проблема с трехсменным обучением. В отделе образования говорят, что в ближайшие годы в районе построят больше двух десятков современных школ. Строительство 11 из них начнется уже летом. Ербул Абишев, Нуржан Музарапшин, Атьмухаммед Байдильдаев из Казалардинской области, 24 КИЗ. На перебои с электричеством жалуются жители нескольких бывших садоводческих товариществ Алматы. Несмотря на то, что пять дачных массивов уже 10 лет как перешли на баланс города, проблема со светом здесь так и не решена. О причинах расскажет Гафу Али. Садоводческие общества «Радуга», геолог Каргала Жайлоу и Ардагер присоединили к Нур-Узбайскому району еще в 2014 году. Однако благоустраивать местность городские власти не торопятся, сетуют жители. Из-за износа линий электропередачи света здесь часто не бывает. При этом сети признали бесхозными еще три года назад. У нас даже, это не то, что поломки, у нас так это отключается, это электричество. То, что, понимаете, боимся каждый за технику, за все. Но это постоянно, постоянно. Вот вы представляете, сегодня утром будет, допустим, 160, к вечеру 130, потом может 240 быть. И вот такие перепады страшные. Посмотрите, какие у нас столбы. Это даже выглядит опасно. Провода друг на друге и висят на одном столбе. Напряжение стандартное – 220 вольт. А теперь представьте, что этот столб упадет на человека. У нас у всех есть дети, мы боимся за них. Деревянные столбы здесь действительно завалены электрическими проводами. В Акимате уверяют, что постепенно приводят территорию в порядок. И уже скоро со светом проблем не будет. После этого сети обновят за счет бюджета. Местная энергокомпания обеспечит бесперебойное электроснабжение бывших дачных массивов. Все работы обещают закончить до осени. Этот вопрос находится на контроле. Мы всегда контактируем с населением, созваниваемся с председателями, даем разъяснения. И полностью руку на пульсе держим, показываем, на какой стадии решения вопроса. Показываем полностью. И люди тоже же освещают свои проблемы, показывают. Поэтому эта проблема в скором времени решится. В Акимате заявили, что решат и другую проблему местных жителей с питьевой водой. Новый водопровод, по утверждению специалистов, подключит к центральной водоочистной станции уже этим летом. Гафу Али, Кенжи Амраев, 24КИЗ, Алматы. Масштаб детского и подросткового вейпинга беспокоит экспертов. Все больше подростков употребляют электронные сигареты. Сегодня в Алматы подводили итоги соцпроекта «Юность без вейпов». Он стартовал год назад при поддержке Министерства внутренних дел, здравоохранения и просвещения. За это время общественные организации совместно с полицией провели больше трех десятков рейдов по вейп-шопам. Составлено 14 административных протоколов за нарушение правил торговли. В Алматы, в Астане и Усть-Каменогорске в образовательных учреждениях провели семинары о вреде вейпинга. Действующее законодательство содержит только общую тенденцию усиления ответственности и контроля со стороны тех органов, которые занимаются этой проблемой. Проблема вейпинга стала таким модным трендом среди молодежи. Однако это серьезная угроза, в первую очередь, для их здоровья. Там мозаика химических веществ, которая содержится в данных устройствах, в данной продукции, она может привести к долгосрочным проблемам с дыханием, в первую очередь, сердцем и заболеваниями, в том числе, хроническими других органами. Для Казахстана это не просто личная проблема каждого подростка, допустим. Это системная угроза, которая касается, ну, может быть, немножко это громко прозвучит, но будущего нации. Ученые-химики из Караганды знают, как повысить эффективность препаратов от туберкулеза. Они создали наноноситель, который доставляет лекарства непосредственно к поврежденным тканям и клеткам. Тем самым технология позволяет реже принимать лекарства. Исследователи уже получили первые результаты. Марина Золотарева побывала в лаборатории и расскажет подробности. В таких сферообразных крупицах находится противотуберкулезный препарат и наноносители. Последние настолько малы, что их можно увидеть только через электронный сканирующий микроскоп. Задача наночастиц – снизить побочный эффект и не вызвать привыкания к противотуберкулезному препарату. Его лучше применять ингаляционным путем. Тогда лекарство попадает непосредственно в легкие, а не накапливается в кишечнике. Если же он будет использовать наночастицы, то в течение 24 часов лекарственный препарат будет постепенно высвобождаться. То есть пациент может в сутки один-два раза применять лекарственный препарат. И таким образом у него не будет скачков лекарственного препарата в крови. Наши наночастицы синтезированные мы исследуем на микобактериях туберкулеза. Если мы используем наночастицы в комбинации с антиоксидантами, в течение двух недель могут быть подавлены рост микобактерий туберкулеза. Над улучшением свойства противотуберкулезных лекарств команда ученых работает с 2022 года. В прошлом году к ним присоединился специалист из Гонконга. У иностранного химика собственное исследование макромолекул, которое ученые внедряют в свои разработки, чтобы сделать прием препаратов еще более эффективным. Моя предыдущая работа посвящалась дендримерам. Это макромолекулы. В отличие от наночастиц, они могут целенаправленно транспортировать лекарственные препараты в очаги инфекции в организме. Мы хотим создать комплекс наноносителей и дендримеров, чтобы улучшить свойства лекарства, а также их доставку в пораженные органы. Чтобы начать опытные работы сначала с животными, ученым нужна специальная максимально безопасная лаборатория, потому что туберкулез – заразное инфекционное заболевание. Еще в исследовательскую команду нужно привлечь медиков и биологов. Таких условий у крагандинских химиков нет, поэтому пока они намерены только запатентовать свою разработку. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зуупыхар, Краганда, 24КЗ. В Мангосталовской области на полигоне Уймаша морские пехотинцы провели масштабные учения. Боевой и тактический сбор организовали в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Тамара Степанова расскажет. На полигоне выстроились подразделения бригады морской пехоты. На линии обороны – разведчики и боевые машины марки БТР-82А. Их задача – поддержка пехотинцев. На борту каждого по семь десантников. Все военнослужащие прошли обучение на мультимедийных тренажерах, поэтому для них стрельба из настоящего огнестрельного оружия, а также бронетехники и пулеметов – в новинку. Самых метких отметили инструкторы. Согласно программе боевой подготовки с личным составом 390 бригады морской пехоты проводятся занятия по огневой подготовке, а именно практическое выполнение четвертого упражнения контрольных стрельб. До этого личный состав в течение месяца проводилась теоретически подготовка по специальности. На сегодняшний день, получившую теоретическое знание, личный состав осваивает в практическом плане. Второй этап учений провели ночью. В тактической операции задействовали снайперов. Они отрабатывали не только стрельбу, но и учились подготавливать огневые позиции. Акцент делали на маскировке с помощью подручных и специальных средств. Я выполнил своё контрольное упражнение, показал себя на хорошем уровне. Моя оценка – 5. Уверен, в дальнейшем благодаря таким упражнениям я буду метким и опытным стрелком. На этот раз региональное командование «Запад» проводит боевую подготовку солдат по новой системе. Учения организованы с учётом особенностей боя в условиях современного города. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангостауская область, 24КЗ. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!